Уникальный объект культурного наследия мирового масштаба. В Египте после реставрации открылась мечеть султана Бейбарса. Только оригиналы в СНГ будут пресекать использование ложных товарных знаков. Здравствуйте, пришло время Сената. Международный форум Астана с участием более тысячи гостей. 70 стран прошел в столице Казахстана. Как отметил президент страны Касым Жумартукаев, этот саммит способствует активному взаимодействию в период беспрецедентной геополитической напряженности. Темы, которые звучали на площадке в Астане, актуальны как для Центральной Азии, так и для Европы. Спикер Сената Маули Нашимбаев выступил на одной из панельных сессий. Он поделился с экспертами своим видением роли средних держав в меняющейся парадигме миропорядка. Маули Нашимбаев подробно остановился на контексте и вызовах, которые, на его взгляд, оказывают значительное влияние на развитие текущей международной повестки и на Казахстан в частности. Главное сейчас – это война в Украине и нарастающее противостояние между Западом и Россией. Судя по всему, противостояние принимает затяжной долгосрочный характер, как и санкции, которые были наложены на официальную Москву и не могли не исказаться на Казахстане, как важнейшем торгово-экономическом партнере. Однако наша страна соблюдает все ограничения, несмотря на то, что оказались нарушены и транспортно-логистические цепочки, и производственные процессы. Официальной Астане пришлось переориентировать транспортные коридоры, так как транзит товаров через Россию стал невозможным. Казахстан по-прежнему считает, что альтернативы мирным переговорам нет, а потому готов предоставить площадку для переговоров в случае обращения сторон вовлеченных в конфликт. Мечеть султана Бейбарса открыли после реставрации в Египте. Почему эта новость важна и для Казахстана? Все дело в том, что уникальный объект культурного наследия имеет значение для нашей страны. История полководца имеет особое значение как для жителей Египта, так и для казахского народа. Несмотря на то, что султан Бейбарс был связан с Ближним Востоком, его судьба неразрывно ассоциируется с казахскими степями, где он родился. Участие в церемонии открытия мечети султана Бейбарса в Египте принял спикер сената Маулина Шумбаев. По поручению главы государства Касымжеморта Тукаева председатель Верхней Палаты передал награды от президента. За значительный вклад в укрепление взаимоотношений Казахстана и Египта, верховный имам университета Аль-Асхар, шейх Ахмед Ат-Таеб, был награжден орденом до стык первой степени, а председатель сената парламента Египта Абдель-Уахаб Абдель-Разек – орденом до стык второй степени. Все это в очередной раз подчеркивает тесные экономические и культурные связи между Астаной и Каиром. Казахстан, республика президента Касымжеморт Кемелевич Тукаев передает теплые слова приветствия всем участникам мероприятий, посвященных 800-летию султана Бейбарса. Глава государства придает особое значение их организации на высоком уровне. В рамках юбилейной даты организовано более 600 мероприятий, часть из них проводится в Египте. Отношения между казахским и египетским народами имеют глубокие исторические корни, берущие начало со времен мамлюков. Султан Бейбарс, являвшийся великим полководцем, в то же время уделял особое внимание строительству мечети и медресе, развитию науки и образования. Мечеть султан Ас-Захир Бейбарс, которая сегодня вновь открывается после реставрации, по праву признана одним из уникальных объектов мирового культурного наследия. По данным историков, султан Бейбарс родился на территории современного Казахстана и был тюрком. Некоторые эксперты утверждают, что полководец происходил из кипчакского рода. Соглашение между Казахстаном и Египтом о реставрации мечети султана Бейбарса было подписано еще в 2007 году. Проект должен был быть завершен в 2011, но из-за политической ситуации в Египте реставрация возобновилась в 2018 году. Она была построена еще при жизни полководца в 1267 году. По соглашению между правительствами Казахстана и Египта, часть затрат на ремонт взяла на себя наша страна. Мечеть султана Бейбарса является одной из крупнейших мечетей Египта. Уникальное архитектурное сооружение станет еще одним местом, соединяющим две страны. Еще одна не менее важная точка соприкосновения в сотрудничестве между Казахстаном и Египтом – университет Алясхар. Он считается центром исламского образования и противодействия религиозному экстремизму и вносит весомый вклад в развитие исламского образования и исследований в Казахстане. Неслучайный шейх Ахмат Ат-Таеб принимал активное участие в работе 7-го съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшем в Астане в прошлом году. А казахстанцы на протяжении многих лет получают качественное теологическое образование в Алясхар. О дальнейшем сотрудничестве в этом направлении говорил и Маулина Шумбаев во время работы Международной научно-практической конференции, посвященной 800-летию султана Бейбарса. Казахстанские и египетские ученые выступили с докладами, обсудили вопросы дальнейшего расширения научно-образовательного взаимодействия. Алясхар – одно из старейших в мире высших учебных заведений, а также наиболее престижный мусульманский духовный университет. Он внес значительный вклад в духовное развитие всего исламского мира и продвижение прогрессивных идей в мусульманской общине. По решению султана Бейбарса Алясхар был восстановлен, значительно изменен и превратился в крупное учебное заведение. Поэтому считаем символичным, что конференция, посвященная 800-летию султана Бейбарса, проходит именно здесь, в стенах Алясхара. Взаимоотношения между нашими народами, наши исторические и культурные связи имеют глубокие корни. Личность султана Бейбарса – яркое тому доказательство. Он родился и вырос в казахских степях, а на арабской земле стал фигурой исторического масштаба. Мы считаем важным продолжать изучение трудов и произведений, связанных с именем и жизнью султана Бейбарса. Еще одна встреча, посвященная международному партнерству Казахстана. Председатель Сената Маулина Шимбаев на неделе обсудил межпарламентское сотрудничество с председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфилд и генеральным секретарем ОБСЕ Хельгей Шмидт. Наша страна, как заявил во время встречи Маулина Шимбаев, рассматривает ОБСЕ и ее парламентскую ассамблею как важный институт, активно участвующий в построении современной архитектуры и международной безопасности. Собеседники также обсудили перспективы дальнейшего укрепления межпарламентского взаимодействия, вопросы сферы транспорта и логистики, изменения климата, экологии, управления водными ресурсами. Эта неделя действительно была насыщена международными встречами. Председатель Сената Маулина Шимбаев посетил с официальным визитом государство Израиль, где обсудил перспективы укрепления парламентского сотрудничества со спикером Книссета Израиля Амиром Охана. Как отметил спикер Сената, Израиль является одним из важных партнеров Казахстана. Маулина Шимбаев подчеркнул, что Казахстану интересен опыт Израиля в части законотворческой работы, в том числе в области правового обеспечения социально-экономического и инновационного развития, осуществления парламентского контроля. В ходе встречи стороны также обсудили результаты масштабной политической модернизации, реализуемой в Казахстане по инициативе президента страны Касамжемарта Тукаева. В свою очередь спикер Книссета Амир Охана высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические преобразования и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества по всем направлениям. В СНГ будут пресекать использование ложных товарных знаков. Сенаторы рассмотрели и одобрили соответствующий закон. Как он будет работать и почему вообще возникла в нем необходимость? Все дело в том, что он дает возможность на эффективную защиту и сохранение прав национальных и иностранных владельцев товарных знаков и географических указаний. Это позволяет огородить от подделок покупателей и поддержать работу добросовестных производителей. Новый документ создает условия, позволяющие сторонам сотрудничать по вопросам предупреждения выявления пресечения фактов производства и реализации товаров, выдаваемых за оригинальную продукцию, а также перемещение их через государственные границы государств-участников СНГ. То есть соглашение определяет совместные мероприятия и правовые механизмы, принимаемые государствами. Соглашением обеспечиваются условия по недопущению перемещения таких товаров через государственные границы государств-участников СНГ. Закон создает правовую основу, необходимую для предупреждения и пресечения использования поддельных товарных знаков и географических указателей в рамках СНГ. Для этого документом определяются совместные мероприятия и правовые механизмы. Это было время Сената, где мы рассказываем вам о том, как обсуждаются и одобряются законы, направленные на повышение социального благополучия всех граждан страны. Еще больше новостей о деятельности сенаторов вы можете узнать на официальных аккаунтах Палаты, наиболее популярных социальных сетях Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram. Подключиться к обсуждению вопросов, написать свои комментарии и иметь возможность смотреть заседания Палаты в прямом эфире можно, просканировав фотоаппаратом своего телефона QR-коды, которые вы сейчас видите на своих экранах. Подписывайтесь на аккаунты Сената и оставайтесь в курсе событий. До встречи в эфире. Продолжение следует...